Кого я обманываю? Победитель Холостячки 2 заговорил о сомнениях и сложном выборе. Победитель Холостячки 2 Андрей Задворный после заявления о разрыве отношений со Золотой Огневич получил немало критики и хейта в сети. Поклонники проекта обвиняли мужчину в непорядочности и резко осуждали его, но бизнесмен решил переждать шквал негатив и сосредоточился на текущих делах, не забывая делиться новостями в соцсетях. В новом инстаграм-посте он показал снимок из новой стильной фотосессии и поразмышлял над тем, как быть интересным другим и оставаться собой, следовать за своими желаниями и не предавать себя. Андрей поделился своими мыслями и выводами. Мужчина не скрывает, что ходит к психологу, и по мере работы со специалистом, к нему приходят различные инсайты, которые он давно хотел озвучить подписчикам. Популярность обязывает мыслить в ключе создание контента, и это неплохо. Ведь я больше думаю о внешнем виде, в спорте соответственно развеиваюсь. Выбираю более разнообразный и интересный досуг с Кирой, дочь бизнесмена Ред. И мы с ней тоже от этого кайфуем. Это про инструмент борьбы с ленью, отметил он. Мужчина признался, что любит писать и излагать свои мысли в письменной форме больше, чем снимать видео и делиться на камеру. Он даже задумался над тем, не вести ли. Ему дневник, кого я обманываю. Я хочу, чтобы меня читали другие. Мне это приятно, особенно приятно, когда кто-то находит между длинных строк то, что я туда спрятал. Желание усложнения и желание в нем быть понятым, признался он. Андрей отметил, что не любит упрощать, сложные для понимания вопросы он лучше оставит открытыми, чем будет заниматься самообманом и искать ложные объяснения для самоуспокоения. Также он не хочет идти на поводу у аудитории. Встанет ли когда-то выбор, перестать быть интересным другим или перестать быть собой. Хочется не раствориться, не сбиться, а продолжать слышать внутренний голос и идти своей дорогой, заявил он. Тем временем холостячка два Злата Огневич удивила поклонников шоу появлением с финалистом проекта Дмитрием Шевченко.